Всем привет! Меня зовут Игорь Олейник, и сегодня расскажу вам, что такое футбольный фристайл и как начать им заниматься. Мой метод обучения может отличаться от методов других фристайлеров, но это не значит, что мой метод правильный, а у них неправильный или наоборот. Все зависит от особенностей вашего тела. Какие-то упражнения могут помочь вам, а какие-то наоборот только вредить. Тут вы сами должны понять, каким методом вам пользоваться. Футбольный фристайл – это спорт индивидуального характера. Вы сами себе тренер. Вы должны следить за своим режимом, за питанием, за качеством тренировок. Все это требует некоторой дисциплины, желания и целеустремленности. В мире футбольный фристайл существует уже более 10 лет, в России более 7 лет. За это время в нашей стране появилось много талантливых ребят, благодаря которым наша страна находится в лидерах на мировой арене. В футбольном фристайле особое место имеет мышечная память, то есть ваш результат зависит от количества повторений того или иного трюка. Чем больше раз вы сделаете трюк, чем четче он будет получаться у вас в будущем. В футбольном фристайле есть три основных стиля. Аперы, ловеры и ситинги. Хороший фристайлер должен владеть всеми стилями. Есть очень много мнений, какой же стиль самый сложный. Лично мое мнение, что все стили одинаковые. На тренировке нужно уделять одинаковое количество времени каждому из стилей. Помимо стилей существуют переходы. Более подробно о стилях и переходах я расскажу вам в отдельном уроке. Чтобы начать заниматься футбольным фристайлом, ничего особенного и сверхъестественного не нужно. Просто берете мяч, форму, музыку и идете на улицу. Если на улице зима, ищите зал, приходите туда и начинайте тренироваться. В первую очередь вы должны узнать, есть ли в вашем городе другие футбольные фристайлеры. Если есть, вы смело пишите им и договаривайтесь о совместной тренировке. Поверьте, футбольным фристайлом занимается не так много людей, поэтому они будут только рады новому человеку. Также на данный момент в большинстве городов есть школы футбольного фристайла. Если и в вашем городе есть школа футбольного фристайла, я советую вам записаться в нее, потому что в школе вы научитесь гораздо больше трюков и потратите гораздо меньше времени. Но может случиться так, что в вашем городе нет других фристайлеров, а тем более нету школ. В таком случае вы просто берете форму и выходите на улицу. Начинайте свою тренировку всегда с разминки, желательно с пробежки. Очень важно подготовить свое тело к нагрузкам. После пробежки обязательно делайте растяжку. Очень тщательно разомните ноги, особенно колени и суставы. Затем начинайте тренироваться. Если вы не умеете чеканить, то все свое время уделяйте чеканке. Как научиться чеканить, вы сможете найти в отдельном уроке. Если же вы умеете чеканить, то приступайте к трем базовым трюкам. АТВ, ХТВ и кроссовер. Не спешите делать сложные элементы. Ко всему нужно приходить постепенно. И после тренировки обязательно уделите время растяжке. Вы должны расслабить мышцы, чтобы подготовить их к следующей тренировке. И в заключение я бы хотел пожелать каждому новичку терпения. Я видел, как много ребят хотели научиться футбольному фристайлу, но не смогли даже освоить элементарную чеканку, потому что у них не было терпения. Футбольному фристайлу может научиться каждый без исключения, но нужно приложить немалые усилия для этого. Поэтому если вы чувствуете, что это не для вас, то можете даже не начинать. Ну а если вы готовы к большим переменам в жизни, вперед смотрите первый урок. С вами был Игорь Илейник. Больше уроков вы найдете на моем сайте и других моих ресурсах. Если у вас есть какие-то вопросы, можете писать мне ВКонтакте в моей группе. Всем хороших тренировок! Субтитры сделал DimaTorzok